Здравствуйте, дорогие друзья! С вами онлайн-школа «Русская роспись» и художник-преподаватель Зинаида Голубева. Перед нашей встречей, перед вебинаром, я покажу, каким материалом мы будем рисовать новогодний сюжет с алиментами захламской росписи, который прекрасно подойдет вам для открытки, украшения, для елки. Вы сможете расписать этим милым сюжетом вазочку, кружку и просто порисовать. Получить удовольствие от творчества. Рисовать мы будем в технике верховой хохламской росписи. Это элементы графические. И благодаря графическим элементам мы можем рисовать разнообразные сюжеты. Хохламская роспись, верховая, ее первая часть, это базовая постановка кисти. Очень важно поставить правильно кисть. Я даю на курсах очень интересные упражнения, которые вам помогут именно справиться с постановкой кисти. Навык постановки кисти вам пригодится не только в росписи, но и в каллиграфии, и в оформлении, может быть, своих книжек, сюжетов, помощи оформления школьных сюжетов для своих учеников. Ну и так далее. Все элементы даются у меня на курсах. И это первая ее ступень в росписи, которую я советую начинать именно с нее. Я подготовила для вас увлекательнейшие сюжеты. И вам совершенно не будет скучно заниматься. Смотрите, какие интересные связки. И как разнообразна эта роспись. Как она увлекательна в своем разнообразии. Некоторые думают, что эта роспись только ягодная. На самом деле, таким видом подвластны все. И цветы, и птицы, и букеты, и бордюры. Вот так, посмотрите. Сейчас я вам показываю сюжеты из моего курса верховой росписи. И не только. Смотрите, какие интересные вы можете создавать, овладев этой техникой росписи. Ну, а я вас приглашаю на вебинар, на котором с вами мы нарисуем милый сюжет. И мы подробно расскажем на вебинаре, какие уроки посвящены этому технику росписи. И как обучаться онлайн. А теперь давайте поговорим о материалах к вебинару с новогодней елочкой. Это у нас формат листа А5. Белый лист бумаги. Он нам нужен для эскиза. Следующий листочек бумаги должен быть тонированным. Но если вы не найдете, воспользуйтесь чисто белым листочком бумаги. Очень важна для росписи кисточка. Конечно, профессионалы в хохломе рисуют кисточкой номер 2 белка. Вот она такая. Но совсем не обязательно. Если у вас нет такой кисточки, вы не сможете нарисовать. Вы можете взять кисточку колонковую номер 1 или кисточку синтетическую для ногтевого сервиса. Попробуйте. Можно взять кисточку номер 2. Кисточка должна быть не плоская, не очень длинная. Сейчас вам покажу, какая бывает длинная кисточка. Вот такая, смотрите. От кисточки очень много зависит ваш результат. Не обязательно иметь даже плотную цветную бумагу. Вы можете нарисовать сразу милый сувенир на этом листочке. Не на листочке бумаги, а, например, на каком-то изделии. Например, на горшочке. Можно нарисовать на шарике или на вазочке. Теперь нужно поговорить о красках. Краски, которые я использую, это темперные краски завода Санкт-Петербург. Мастер-класс. Самые лучшие краски, которые я всегда рекомендую пользоваться для профессионалов. Эти краски я выдавлю по баночкам из-под старой горши и размешиваю при помощи деревянной палочки до состояния жидкой сметаны. Вот так. Если у вас нету темперной краски, вы можете воспользоваться краской гуашевой или акварельной. А также вы можете воспользоваться и рисовать акриловыми красками. Также можно комбинировать. Например, взять такие краски, как по отдельности гуашь, акварель, темпера. Только не смешивать их. Нам понадобится простой карандаш HB, ножницы, линейка, кафельная плитка. Ну, не обязательно, чтобы она у вас была именно такой. Можно любым цветом. Можно даже перевернутую блюдечко воспользоваться. Самое главное, чтобы у вас была она гладкая, блестящая. Хлопчатая бумажная тряпочка размером с мужской носовый платок. Смочили, положили рядышком. Можно воспользоваться салфетками. Итак, я сейчас покажу вам, какие виды к вебинару различных елочек я подготовила. Я сейчас вас ознакомлю с этим. Смотрите, насколько разнообразна и интересна тема верховая роспись. Вот здесь даже я использовала золотую акриловую краску. Ну, мы с вами будем рисовать зайчику под елочку, под елочкой. А вот этого. Конечно, хорошо иметь тонированную бумагу, но и на белом листочке очень хорошо смотрится. Ну, а мы с вами воспользуемся тонким листочком бумаги. Я взяла специально эта цветная бумага, вам не обязательно. Вам нужно отмерить формата листа опять, сложить пополам и отмерить всего 10 сантиметров. Это будет наша елочка. Елочка, заготовка. Итак, делаем отступ на 5 сантиметров и выстраиваем треугольничек. Этот треугольничек мы сделаем с вами вот с такими. вот так. И здесь делаем по кругу с выступами. Посмотрите. То есть, здесь фактически еще одна есть линия, которая делит нашу высоту 10 сантиметров елочки на 4 части. Теперь нам остается ее вырезать. Вот. и поместить ее на плотной лист бумаги. Так как на елочке будет у нас украшение, мы разместим нашу елочку ровно посередине. Для этих целей я найду середину листа формата А5. это 10 с половиной сантиметров. Вот так, так, так. И аккуратно опущу елочку до 1 сантиметра до края. Теперь нужно ее обвести. В традиционной хоханской росписи используются всего лишь 4 цвета. Черный, красный, зеленый и желтый. Но также приветствуется комбинация цветов, которые дают добавочные оттенки. Вы можете нарисовать елочку любым цветом. я буду ее рисовать цветом оранжевым, для того, чтобы вам было четко видна травка. На край палитры я накладываю немножко жидкой краски и аккуратно закрашиваю нашу елку. Сначала обводим ее аккуратненько по краям. теперь мы берем или потолще кисточку или быстро кисточкой номер два закрашиваем всю нашу поверхность елочки. Разживлять елочку я буду красным цветом. Ну, а для акцентов еще добавлю черный цвет. нам обязательно понадобится несколько ватных палочек, чтобы украсить нашу елочку. Помните, если вы берете акривую краску, она намного дольше сохнет, чем другие краски. так же долго сохнет гуашь, но по гуаше очень трудно рисовать, поэтому саму елочку я рекомендую рисовать темперной краской, акриловой или акварельной. Далее я беру красный цвет, тщательно перемешиваю макаю макаю целиком кисточку, а тряпочка нужна для того, чтобы лишнюю воду с пяточки нашей кисточки убирать вот таким образом, методом примакивания. Итак, отодвину палитру, мы будем рисовать с вами веточки завитушки. Вот так. Раз, два, раз, из одной точки повторяем линию крыла нашей елочки и из одной точки делаем завиточки. мы сделали по два завитка и в самое начало мы еще поставим капельку. Вытягиваем ножку и капельку. Здесь помещается две капельки, здесь тоже две, а здесь одна капелька и здесь одна капелька. Переворачиваем елочку и теперь нарисуем то же самое с другой стороны. усик, второй усик здесь и сразу делаем капельки раз, два. Рука ведет очень медленную линию, такую затяжную, что получалось все очень красиво и точно. Здесь ни в коем случае не нужно торопиться. Вот так. Конечно, можно подправлять своими тоненьким носиком кисточки свои недочеты. Теперь мы поставим здесь в виде капель вот такое полусолнышко корону для нашей елочки. В одну сторону и в другую сторону. Посмотрите, я веду носик, а потом нежно нажимаю на пяточку. И вот получилась уже корона. Теперь мы сделаем веточки для того, чтобы нам сделать шарики на нем украсить нашу юночку. Смотрите, чтобы достаточно жидкая была красочка, иначе у вас не сможет провестись красивая линия. теперь мы делаем крест накрест. Вот так. Берем ватную палочку. выберу ладную палочку и буду украшать нашу елочку. Капну красный цвет на палитру и буду ставить красные шарики. между ними будут стоять черными для контраста. Теперь возьму другую ватную палочку, капну черные краски на палитру и поставлю еще одни украшения. Сюда, сюда. И точечки на наших длинных завитках и внутри завиточка ставлю точку. чтобы наш завиток подчеркивал красивую волну. и вот, дорогие друзья, мы с вами выполнили красивую елочку. Здесь вы можете ее украсть еще золотыми точечками и разнообразными сюжетами. Приглашаю вас, друзья, на наш вебинар, где вы узнаете не только, какие курсы записаны по этой технике росписи, а также нарисуете свою елочку с милым зайчиком. всего вам доброго, желаю вам удачи и до встречи.